МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Актюбинской области подорожали овощи. По официальным данным, власти не контролируют цены на овощи. Их определяет спрос. В Североказахстанской области прошло очередное заседание Совета по этике. Местные чиновники рассмотрели нарушения при последних кадровых назначениях. Очередное заседание Совета по этике прошло в областном Маслихате. На повестке дня три дисциплинарных дела. Все три связаны с новым кадровым назначением в Акимате Овертаусского района. Так, на должность руководителя отдела строительства был назначен кандидат без прохождения специальной проверки. Ответственность понесли заместители Акима, а также руководители главных специалистов отдела службы управления персоналом. Нарушили ортауские госслужащие сроки проведения внутреннего конкурса. Так, 9 октября Кожанов назначает Илю Сизова главным специалистом отдела строительства. 11 октября объявляют конкурс на должность руководителя. И 17 октября Илю Сизова назначают на должность руководителя отдела. Тогда как в случае назначения Илю Сизова исполняющим обязанности, необходимо было ждать результат специальной проверки до трех месяцев. В момент назначения Илю Сизов не являлся госслужащим, освободив занимаемый пост еще в августе. Однако это обстоятельство не помешало сделать его руководителем отдела. Свою вину сотрудники аппарата признают. По словам заместителя Акима района Айдына Кожанова, причиной нарушения могла стать невнимательность в изучении документов кандидата. Айдын Соборбеков, вам известно, что в соответствии с законодательным назначением на должность граждан, впервые поступающих или вновь поступающих на госслужбу, осуществляется после получения результатов специальной проверки. Это аксиома, да, уже? В качестве наказания члены совета проголосовали за строгий выговор в отношении сотрудников Айртаусского Акимата. Что касается вновь назначенного сотрудника, то он был освобожден от занимаемой должности. Было отмечено, что всего за прошедший год в области зарегистрировано 212 проступков, дискредитирующих государственную службу. Депутаты казахстанского парламента встретились с жителями Южно-Казахстанской области. Во время встречи жители региона говорили о своих актуальных проблемах, которые необходимо будет рассматривать на правительственном уровне. Самые низкие зарплаты и самый дорогой газ в Южном Казахстане, констатирует депутат Можилиса парламента Валихан Кайназаров. Жалобы на высокий тариф к Можилисмену поступают настолько часто, что глаз народа депутат обязан озвучить на республиканском уровне. Нынешние тарифы на голубое топливо бьют по карману не только простого народа, но и крупных бизнесменов. Повышение цены всего на несколько тенге может привести к необратимым последствиям, утверждает депутат. Еще одна немаловажная проблема, которую Можилисмен планирует поднять на законодательном уровне, вопрос узаканивания имущества. По информации депутата, только в двух районах области, которые недавно присоединились к областному центру, без документов остается более 5000 домовладельцев. Столько же семей сегодня не оплачивают земельные и имущественные налоги. Наше предложение принять ее как данность и просто узаконить все, какими-то подзаконными, подзаконными актами. Понимаете, тут нельзя отдачить. Тут активную работу, как это местные власти должны быть? Нет, здесь местные власти это одно, здесь и республиканские органы должны подключиться. Понимаете, сейчас если кто-то начнет их узаканивать, то есть есть противоречия с законом, понимаете, есть нюансы и для местных органов, и для остальных. Поэтому я считаю, где-то есть моменты, где должна подключиться и республика. Понимаете? По словам депутатов, идеи новых законопроектов рождаются в ходе подобных рабочих визитов. Решить проблему легче, если узнать о ней из первых уст. Такие точечные встречи позволят нам узнать, как исполняются президентские программы, как уживаются в регионах новые законодательные акты. И, конечно, мы узнаем от людей о необходимости новых законов, и чтобы они были актуальны, чтобы могли влиться в жизнь народа, не создавая дополнительных проблем. По окончанию объезда группа мажористменов разделилась и начала работу по отдельным маршрутам. Сегодня каждый из них проведет ряд встреч с населением Казгуртского района, после чего их будут ожидать жители других районов, чтобы те смогли рассказать и о своих насущных проблемах. Самые актуальные будут озвучены на заседании правительства. В Актюбинской области подорожали овощи. По официальным данным, власти не контролируют цены на овощи. Их определяет спрос. Килограмм огурцов из местных цыплиц нынче почти не уступает по цене экзотическим фруктам. На прилавках пестряценники от 800 до 1100 тенге. А вот помидоры можно найти и по 350. Максимальная цена – 700 тенге. Самая востребованная овощная культура – картофель – стоит 140 тенге, что тоже недешево. Это признают и сами торговцы. Хотя наценка, по их словам, самая минимальная. В основном картофель привозной, за редким исключением. В этом году помидоры и огурцы почему-то поднялись. Сколько вы закупаете? Мы закупаем помидоры по 330, 350 – мелкие. 350 продаем. А крупные – 620 покупаем. 650 продаем. Огурцы мы покупаем по 750, 800 продаем, мелкие. А крупные мы покупаем по 850, 900 продаем. Из-за дороговизны спрос падает либо нет? Нет, спрос в принципе не падает. Ну, конечно же, желательно бы подешевле продавать. Это и в наших интересах. Чем дешевле товар, тем больше потребностей. Многие приехали сегодня на центральный рынок в надежде на то, что здесь овощи дешевле. Да и выбрать есть из чего. Ценники восторга не вызывают, но деваться некуда, пожимают они плечами. Ну, не знаю, везде такая цена, наверное. Ну, меня устраивает, не знаю. По карману не бьются? Ну, хотя бы 600-500 помидоров. Картофель подорожал, да, заметили, на 30-40 тенге. Раньше можно было купить в это время года по 80. Предпочитаем, конечно, местные, но покупаем то, что доступнее. Об огурцах и помидорах их говорить нечего. Дорого все. Глава метельхоза Нуржан Альтаев тем временем нашел несколько причин заоблачных цен на местные овощи. Виноваты и климат, и конкуренция на рынке сбыта, и даже слабая инфраструктура дистрибуции плодовочной продукции. Хотя, казалось бы, тут и там строятся новые теплицы, государство активно выделяет субсидии. Но, как признает министр, практически все тепличные овощи из Казахстана уходят на экспорт. А местное население тем временем довольствуется тем, что есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова